Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! В этом выпуске президент Западной Армении Арменак Абрамян посетил одну из воинских частей Армении. Познакомимся с Западной Арменией. Область Тигранакерт. Вышел в свет 16-й номер журнала Барск фонда изучения армянской архитектуры. Историко-культурное наследие не должно становиться политическим инструментом ЮНЕСКО. В древнем городе Дара в Западной Армении обнаружены новые находки. Искусство в Западной Армении, национальный танец. Музей истории Армении представил книги, изданные музеем в 2021 году на выставку-продажу. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян встретился с военнослужащими в рамках своего визита в Армению. В ходе встречи он ознакомился с общей подготовкой солдат, их боевым и психологическим состоянием. Встреча прошла в дружеской атмосфере, в ходе которого он, как опытный борец за свободу, поделился с молодыми военными историями своего прошлого, нюансами боевых искусств, айчампа, патриотическими идеями Западной Армении в целом. Тигранакердская область Амед-Диарбекир – провинция в Западной Армении. В его состав входили второй айк и ахдзник Великой Армении. В 17 веке он был разделен на 20 провинций, а в начале 20 века имело площадь 307 тысяч квадратных километров. К концу 1914 года его общая численность составляла 296 тысяч человек. Из них 105 тысяч человек армян. Тысячи армян были убиты во время резни 1895 года. Во время Великого геноцида 1915 года турецкое правительство депортировало и уничтожило около 100 тысяч армян из провинции Тигранакерд. В 1975 году в провинции Диарбекир проживало около 4 тысяч тюркоязычных армян. До 19 века население занималось скотоводством. Промышленность постепенно укоренилась во второй половине 19 века. Были достаточно развиты ковроткачество, гончарное дело и производство меди. Фонд изучения армянской архитектуры сообщает, что вышел в свет 16 номер журнала фонда «Варск», в который вошли следующие статьи. Самвел Карапетян 60, Анаит Ясаян, Самвел Карапетян литрографическое наследие монастырского комплекса Гармоз, Эма Абрамян, памятники Личковаза и исчезающие историко-культурное наследие села Туми Рафи, Куртощан, сорванная воскресная литургия Леви и вновь открытый Махгахсберт Филиппе Денгла. Желающие могут обратиться в офис по адресу Бахрамяна 24-д. ЮНЕСКО работает над направлением в Арцах независимой технической миссии. Заявление поступило из пресс-службы ЮНЕСКО в связи с тревогой по поводу продолжающихся случаев оскворнения и уничтожения армянского историко-культурного наследия на территориях, находящихся под контролем вооруженных сил Азербайджана после войны 2020 года. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры надеется, что в ближайшем будущем будет развернута миссия. «Мы продолжаем работу по направлению в Нагорный Карабах независимой технической миссии ЮНЕСКО в рамках Гаагской конвенции 1954 года. Поэтому обсуждения все еще продолжаются», сказал Томас Маллард, сотрудник пресс-службы ЮНЕСКО. «К сожалению, мы хотим сообщить и напомнить ЮНЕСКО, что Азербайджан использует не только в политических, но и в преступных целях незаконное присвоение и уничтожение армянского наследия в Арцахе, но и в Нахидеване тоже». С 2015 года ЮНЕСКО ни разу не заходило на территорию Джуга-кладбища, чтобы увидеть масштабы преступления. Во время раскопок в 5000-летнем древнем городе Дара в Западной Армении был найден оливковый механический роликовый пресс. Благодаря новым открытиям стало ясно, что историческое место было важным центром производства и торговли оливками. Руководитель раскопок доктор Мэттим по этому поводу сказал, наряду с находками, относящимися к различным сооружениям, свидетельствующим о цивилизации, оказалось, что в Даре была хорошая инфраструктура. Это был военный город. Это открытие, которое вы видите, проливает свет на промышленную деятельность города. Армянский танец имеет многовековые традиции. На протяжении тысячелетий формировался комплекс торжеств, на основе которых создавалась нематериальная культура армянского народа, в частности танцы. Особое место в армянской культуре занимают танцы каднатоходцев, которые занимали особое место во время праздничных гуляний, свадебных танцев, похоронных танцев и воинских танцев. В дополнение к свадьбам, связанные с ритуалами и праздниками, были организованы молодежные танцевальные сборы. Кочари, берд и архушта и другие – одни из самых древних и популярных танцев армян. В преддверии дня книг Музей истории Армении организовал презентацию продажу книг, изданных музеем в 2021 году. Были представлены ювелирные украшения армянских женщин с 18 до 20 веков, Астри Кисраэлян – коллекция металлических предметов этнографического фонда Музея истории Армении с 15 по 19 века, Мариетты Киракосян и денежное хозяйство Армении с 3 по 19 века, диссертация Армения Зограбян, книга-мемуары Самбата Борояна, Ющик Айранитц и журнал труды музея истории Армении. В ходе мероприятия авторы выступили с докладами о своих книгах. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!